15-летний житель Иркутска, угнав машину, заставил гоняться за собой 12 экипажей полиции на протяжении получаса. За это время он успел нарушить, кажется, всё, что можно. Хорошо никого не сбил, но и сам не пострадал во время этого приключения. Какой разговор потом был дома, остаётся только гадать. Репортаж Павла Краснова. Те, кому довелось это наблюдать воочию, запомнят это зрелище надолго. За свизгом покрышек и воем сирен дюжина автомобилей ДПС, с трудом умещаясь на проезжей части, пытается настигнуть удирающую от них белую «Волгу». Судя по тому, как лихо «Волга» уходит от погони и как искусно водитель проходит повороты, за рулём должен был сидеть опытный гонщик. Но каково же было удивление полицейских, когда в финале оказалось, что изловить они пытались 15-летнего школьника. В тот вечер юноша с приятелем возвращался домой после празднования Дня города. Атмосфера всеобщего веселья, очевидно, так захватила школьника, что он решил продолжить торжество, поехав домой на машине, которую владелец неосмотрительно оставил у обочины. Подошли к машине, смотрим, она открытая. За ручку дёрнули, она открытая. Мы сели, завели её, собрались ехать домой. Возможно, подростки и сумели бы добраться до дома, хоть и на угнанной машине, но без дорожных приключений. Только автомобиль, ехавшись с превышением скорости и выключенными фарами, не мог не привлечь внимания дорожных патрулей. Экипаж ГИБДД, находясь на маршруте патрулирования, принял решение остановить автомобиль «Волга». Транспортное средство проигнорировало требования инспектора ГИБДД об остановке и проследовало дальше, увеличивая скорость. Зачем вы от них уезжали-то убегали? Почему сразу не остановились? Не знаю. Испугались? И, судя по всему, страх с каждой минутой только увеличивался пропорционально скорости и числу участников погони. Их набралась целая колонна. И с таким полицейским эскортом подростки на «Волге» целых полчаса разъезжали по городу. В конце концов «Волгу» загнали в тупик. Школьники пытались убежать уже без машины, но тут поймать их оказалось куда проще. Затем нарушителей передали родителям, а наутро в полицию обратился хозяин автомобиля с заявлением об угоне. Что случилось с его машиной ночью, он и не догадывался. Гражданин был приятно удивлен, когда ему сказали, что его транспортное средство, несмотря на то, что стало участником ночных гонок, тем не менее оно найдено, обнаружено и будет ему возвращено в целости и сохранности. А вот для школьников гонки с полицией могут закончиться печально. Помимо штрафа за езду без прав и неподчинения полицейским, им грозит уголовная ответственность за угон машины. Если наш антигерой находился один и завладел транспортным средством сам по себе без цели хищения, для него будет грозить уголовное наказание до пяти лет. Если же он скажет, что он находился с другом, соответственно, это часть вторая в группе лиц по предварительному сговору, там уголовная ответственность будет больше. Уголовная ответственность там будет до семи лет. Ну а пока юных гонщиков наказали их родители. В частности, запретили им выходить на улицу. Эту воспитательную меру можно назвать и профилактической. Дома они точно не смогут повторить свои ночные приключения. Павел Краснов, Роман Гусь, Андрей Бакашев, Ирина Эшба, Первый канал.